Есть в нашем городе место, где дети, как космонавты, могут почувствовать невесомость. Случаи эти редки, как и сами детки. У них диагноз ДЦП. Но им дали шанс в Центре Восстановительной Медицины и Реабилитации. Вот этот чудо-робот Лакомат восстанавливает навыки ходьбы и значительно сокращает сроки двигательной реабилитации. На Дальнем Востоке мы единственные, кто имеет такой уникальный комплекс. Сегодня этот специализированный аппарат швейцарского производства есть только во Владивостоке, и все дети Приморья проходят лечение бесплатно. О нем знают и на Камчатке, и в Хабаровске. Пишут в Центр, приезжают на лечение. Этот инновационный продукт создали ученые Швейцарии. Он позволяет восстанавливать и заново формировать навыки ходьбы у детей с ДЦП в возрасте от 3 до 17 лет. В год получается где-то у нас проходит, я думаю, порядка где-то 500 человек. То есть за 3 года полторы тысячи у нас прошло, и у всех практически динамика положительная. У всех есть, пусть даже маленькие, но все-таки есть результат. Главная задача Лакомата – помочь детям-инвалидам увеличить повседневную двигательную активность, заставить больные ножки шагать в определенном ритме, с правильной нагрузкой. Конечно, это нелегко, но врачи придумали игру с мультяшными героями, которые заставляют маленьких пациентов соревноваться и побеждать. Для них очень важно преодолеть недуг, совершить маленький подвиг и поверить в чудо. За этот год сделано достаточно много, то есть нам удалось создать мультидисциплинарную бригаду. Сейчас мы даем комплексную оценку каждому ребенку, который поступает в наш центр, оценивается по всем функциональным шкалам по международной системе, что дает нам более качественно оценить дальнейшую эффективность нашего лечения. Помимо этого, каждый ребенок знает свое функциональное состояние, что дает, опять же, возможность выставить более правильные цели, по той причине, что иногда мамочки завышают собственную цель и занимаются не тем, что необходимо на данный момент. То есть они хотят ребенка излечить, что на самом деле фактически невозможно. То есть такое тоже присутствует. И упускают время за то, чтобы какие-то функции, те, которые нужны этому ребенку переворачиваться, сидеть, они этого не делают, упускается время, и потом эти функции намного сложнее уже им обрести. Глядя на работу этого тренажера, невольно начинаешь верить в искусственный интеллект. Ведь локомат, как чуткий наставник, мотивирует больного, воссоздавая физиологически правильную ходьбу, помогает телу вспомнить утраченные навыки движения, заставляет включиться в работу мышцы, которые находились длительное время в бездействии, а главное, помогает детям-инвалидам почувствовать себя на равных с нами здоровыми. Максим Яковлев, Татьяна Костырко, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.